Всем привет, дамы и господа! Вот мы и увидели с вами в долгожданном 2021 году. Хуже он или лучше, судить пока рано, но ощущения приятные. Забыла сказать самое главное, это ТСН, точнее, меня зовут Александра Орлова. Я надеюсь, что вам там всем прекрасно отдыхается, что мандарины вкусные. Но если вы сейчас, как и я, находитесь на рабочем месте, друзья, держитесь, я с вами. С вами и не с пустыми руками. Не сидится мне дома спокойно под пледиком, не листаются новостные ленты под чаек, поэтому я здесь. Итак, устраивайтесь поудобнее, берите прошлогодние салатики, если таковые еще остались, и поехали к новостям. Год новый, а правила старые. Это по-прежнему мой эфир, и я по-прежнему делаю все, что захочу. И с чего хочу, с того и начинаю. В новогоднем большом выпуске ТСН, точнее, мы рассказывали вам про собаку, которую тюменцы нашли на Волгоградской 129. Позвонили волонтерам, они оперативно выехали на место. Предположительно, собака попала то ли под поезд, то ли под машину, неизвестно, истекала кровью. Зоозащитники оказали помощь, отвезли в ветеринарную клинику и сделали операцию. Пришлось ампутировать переднюю лапку и хвост. Также зоозащитники предположили, что животное, скорее всего, было домашним. Он тянется к людям, на нем был ошейник. Поэтому, друзья, если кто-то не увидел наш новогодний эфир, я повторю это видео сейчас. И буду повторять до тех пор, пока история не дойдет до нужных адресатов. Сейчас он уже себя чувствует очень хорошо. Он ест паштеты. Мы даже пробуем уже кушать сушку. Он очень общительный. Скучает по своим прежним хозяевам. Пес очень домашний. Приучен к выгу. Ладит с кошками. Ладит с другими собаками. Возможно, он просто сбежал, либо потерялся. Либо потерялся во время салютов, фейерверков, которые периодически сейчас случаются. Возможно, его даже ищут. Но только они знают, что вся информация о нем размещена в соцсетях. Откликнулась равнодушная девушка, которая обещала расклеить объявления на днях. По частному сектору на маяке. Еще выложили объявления в беседах в сообществах маяка. Мы очень надеемся на то, что знакомые знакомых увидят и расскажут хозяевам о том, что их собака находится у нас. Вот такой вот замечательный собакен нам попался. Который очень-очень любит внимание человека. Да. Нужно не прочь попозировать на камеру и передать всем большущий привет. Друзья, если вы узнали в этом мохнатом парнишке своего потерянного друга, напишите, пожалуйста, комментарий под этим видео. Либо мне напрямую вконтакте. Я обещаю, я всем отвечу. Ну а если случится так, что хозяин все-таки не найдется, бывают такие случаи, когда некогда нужный друг оказался вдруг не таким уж и нужным. То все равно напишите, вдруг он вам приглянулся и вы захотите забрать его домой. А может быть вы захотите забрать, ну, например, ее. Вот такая вот молодая кошечка, практически котенок гав, судя по окрасу, прибилась в один из тюменских подъездов, когда наступили холода. И очень-очень нужен хозяин. Если вы это он, тоже напишите мне или под этим видео. Я продолжаю пользоваться своим служебным положением и пиарить братьев наших меньших. Волонтер на минималках, так сказать. Всю работу, конечно, делаете вы, друзья. Поэтому выделите уголок в доме и сердце. И точно об этом не пожалеете. Я вас верю. Вы уже не раз мне доказывали, что очень и очень крутые. Ну а теперь давайте-ка к серьезным новостям. Что у нас там на дорогах происходит? Но не может быть 2021 год настолько хорош, что сотрудники ГИБДД остались без работы. К сожалению, хватает и аварий, и пострадавших. И среди них есть дети. Три дорожно-транспортных происшествия произошло в этом году в Тюменской области. В них пострадали шесть человек. Первой аварией года стало ДТП в Тобольске в новогоднюю ночь, которая спровоцировал пьяный 18-летний водитель со стажем за рулем менее года. На улице Октябрьской он на «Ладе» въехал в заднюю часть автомобиля «Хионда». После этого «Ладу» отбросило в опору освещения. Пострадали три человека – водитель и двое пассажиров «Лады» 18 и 19 лет. Ранее водитель уже задерживался в пьяном виде за рулем и был лишен права управления транспортом. Теперь он подлежит уголовной ответственности. В Тюмени на перекрестке улицы Алковского и профсоюзным автомобилем «Вольво» сбиты две 15-летние школьницы на регулируемом переходе. Предварительно 28-летний водитель не дал возможности подросткам закончить переход, когда ему загорелся зеленый свет на светофоре. Девочки получили различные повреждения, обстоятельства ДТП выясняются. Единственное, что я могу пожелать нашим автолюбителям – это быть аккуратней на дорогах и, конечно, думать головой, а не каким-то другим тоже очень важным местом. Аварии бывают по разным причинам, и я не берусь судить, так что пусть каждый выбирает совет для себя. Ну и раз уж мы заговорили о безопасности, включу-ка я зануду буквально на пару минут. Новогодние праздники, новогодние каникулы, бесконечные выходные дни нас немного расслабили. Собраться поможет «Слух.ру», который полезную такую инструкцию опубликовал. Итак, о чем стоит помнить во время гуляний? Дамы, господа и те, кто еще не дорос до этого статуса. Итак, первое. Быть подозрительным не всегда плохо. Держитесь в стороне от скопления людей. Обращайте внимание на странных личностей, ведущих себя либо чрезмерно осторожно, либо, наоборот, привлекая излишнее внимание. Включайте внутреннего Шерлока. В общем, вдруг он чего дельного подскажет. В случае возникновения беспорядков, не паникуйте, это дело не поможет. Лучшее решение – спокойно покинуть место происшествия. Родителям не помешало бы рассказать чадам о безопасности общения и в том числе с незнакомцами, а также о странных бесхозных предметах. Полный список советов можете посмотреть на вслухи. Берегите себя, будьте внимательны, но не путайте бдительность с паранойей, тогда все будет хорошо. Ну вот, я немного позанудничала, а теперь можно с чувством выполненного долга рассказать, что же интересного происходит в Тюмени в эти новогодние, праздничные, самые любимые россиянами дни. Итак, ну, например, есть такой челлендж «Танцуй с чемпионами-72». Дед Мороз и Тюменский духовой оркестр курсируют по городу на Дедморобусе. Есть и новогодний перформанс с праздничными елочками на площадях нашего города. Артисты Центра культуры и творчества Тюмень дают мини-концерты также по городу. А еще, если кто не знал, то у нас есть мобильная резиденция Деда Мороза. Где все это найти и как подкараулить самые интересные мероприятия, вы сможете узнать на сайте фабриковолшебства.рф. Холод сибирякам не помеха, поэтому не сидите дома, друзья, и не тратьте свое время. А если я вас не убедила, то сидите, но только с самыми близкими, любимыми и, главное, теплыми людьми. Но это не в прямом смысле, разумеется. Не приставайте к друзьям и товарищам с повышенной температурой, они этого не оценят, а потом сейчас скажут, что я советы какие-то странные раздаю. Ну и раз уж так ненавязчиво речь зашла о тепле, а что там по нормальной погоде? Будут у нас какие-то подвижки? Или мы все так долго ныли, что какая-то странная зима, слишком теплая, снега очень мало. И вот, собственно, допросились. Хотели Сибирь, получайте Сибирь. Мне, честно, не очень нравится, поэтому давайте-ка протестируем Гесметио. Да, я дала ему еще один шанс. Когда, если не в 2021 году это делать? Итак, сегодня нам обещают максимум минус 19, минимум минус 20, немного снега и ветер до 8 метров в секунду. А завтра будет уже минимум минус 24 и максимум минус 20. Что-то пока не очень. Мне не нравится, матушка природа, перезагрузись. Зато завтра хоть появится какая-то надежда на солнце, еще и снега быть не должно. Но это не точно, не мне вам объяснять. В общем, предлагаю не бухтеть, раз снега у нас теперь завались, все встали на лыжи и коньки. И как раз к 11 января синяки должны успеть сойти. Ну, по крайней мере, я надеюсь. А напоследок у меня для вас нечто очень странное, но между тем очень и очень умильное. Пока мы все праздновали Новый год, из Испании в Тюмень прилетели 42 тысячи цыплят. Я сейчас не шучу, у меня есть видеодоказательства, я не сумасшедшая. Итак, Тюменская таможня оформила первый в этом году живой груз. Пока мы кромсали Оливье, в Тюмень из Мадрида прилетели маленькие, только появившиеся на свет пушистые желтые комочки. Летели, между прочим, почти 11 часов. Встречали цыплят серьезно. На земле ждала целая бригада из должностных лиц Тюменской таможни, сотрудников Росельхознадзора и работников крупной птицефабрики Тюменской области. Было холодно, поэтому автомобиль, грузовые отсеки которого оснащены специальной системой подогрева, подъехал на летное поле прямо к трапу. И все малыши успешно завершили свое путешествие, рассказал начальник таможенного поста Рощина. Кстати, цыплят в Тюмени за рубежа завозят несколько раз в год. Из них выращивают родители, которые производят яйца. А в дальнейшем из яиц при инкубации получают промышленное стадо. Самое милое стадо, которое вы только видели в своей жизни. Это все новости, которые я для вас приготовила к данному часу. И раз уж пришло время прощаться, друзья, хочу вам пожелать прекрасных выходных. Отдохните как следует за весь 20-й год. За себя и за того парня, который сейчас сидит на работе. Мандаринами не объедайтесь, на оливье не налегайте. А впрочем, делайте, что хотите. Главное, улыбайтесь. Я всем желаю отличных праздников, праздничных дней. Я всех люблю и крепко обнимаю. С наступившим тьмень. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok